Привет, это Громов в эфире первого информационного. А это план победы Зеленского. Ну, конечно, это шутка, это не весь текст плана. Тем не менее, пустая первая страница, которую засняли журналисты в Киеве, всецело отражает его внутреннее содержание, ну, заодно и содержимое головы того, кто его писал. И вот в чем суть плана. Мы должны реализовать план, план победы, чтобы заставить Россию быть на саммите мира и быть готовой завершить войну. План складывается из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Более полугода человек драматизировал, интриговал, мариновал и в целом готовил почву для восприятия населением своего плана. И вот роды прошли, причем прошли успешно. Вся Верховная Рада, депутаты которой забронированы от мобилизации, аплодировала стоя. Теперь к самому списку. Во-первых, приглашение в НАТО уже сейчас. Во-вторых, оборона. А именно наращивание производства оружия как самостоятельно, так и с помощью партнеров. Третий пункт – пакет неядерного сдерживания на территории Украины для противодействия каким-либо угрозам со стороны России. Учитывая первый пункт, судя по всему, это должно быть оружие и базы НАТО. На четвертой строчке – продолжение экономического давления на Россию, ограничение цен на нефть и экспорт. В общем, еще больше санкций. Ну и на пятом месте – использование опыта украинских военных для обеспечения безопасности в Европе. Аргументом стал действительно огромный опыт украинских военных, так как они участвуют в боевых действиях последние 10 лет. По-моему, очевидно, все пять пунктов, учитывая положение на фронтах, можно описать всего одним словом – спасите. Прекрасно понимая, что просто так ни Америка, ни Европа не захотят рисковать, Владимир Александрович назвал конкретные выгоды, которые можно будет получить в казино, которым он пока управляет. О чем речь? В своей вступительной речи Зеленский не забыл упомянуть о том, что Украина – это богатая на природные ресурсы земля, и в зависимости от развития событий они достанутся либо России, либо коллективному Западу. В Украине сосредоточены природные ресурсы, в том числе критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это в частности уран, титан, литий, графит и другие стратегические и стратегически ценные ресурсы, которые усилят глобальную конкуренцию либо России и ее союзников, либо Украину и демократический мир. Как в одной голове, в одно и то же время, выступая в одном и том же месте, перед одними и теми же людьми у человека сочетаются слова о незалежности и гидности с конкретными преференциями для победителей. Загадка. Кстати, главный продавец Украины абсолютно не зря упомянул именно уран, литий и графит. Уран очень нужен США после отказа от его закупки в России. Графит используют в зеленой энергетике, который так стремится весь Запад. Ну а литий вообще до недавнего времени называли второй нефтью. В первую очередь металл используют в батареях для электромобилей и электроники. О том, что согласно статье 13 первого раздела Конституции Украины, недра принадлежат украинскому народу, а не западным компаниям, Зеленский, конечно же, не рассказал. Кому бедному вообще с Конституцией не повезло. У них с 20 мая этого года фундаментальные разногласия. Да настолько, что на официальном сайте президента Украины раздел с главным законом страны недоступен. Что касается пунктов, которые Зеленский назвал тайными или секретными, о некоторой части из них на голубом глазу поведал советник главы офиса Подоляк. В этом краешком затронули план победы. Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты хранения, и объекты производства. В том числе, где будет накапливаться живая сила, какие именно цели будут поражены, и сколько для этого нужно оружия. В общем-то, и здесь ничего сверхгениального. По сути, весь план — это сборная солянка того, что просили чуть ли не с первых дней. Добавилось только прямое участие НАТО в войне с Россией. Это подразумевают первые и третьи пункты. Что будет, если Запад не поддержит просьбу Зеленского? На этот вопрос вполне логично ответил украинский политический эксперт Александр Харебин. Что будет Зеленским? Самим Зеленским. Это будет Голгофа. Его распнут. Это будет его Голгофа, личное. Если все, что в этом плане есть, не сбудется. Ситуация сейчас дошла до предела, после которого или крах, или крест, или гражданская война. Теперь о тех, кто должен воплощать его фантазии в жизнь. Самая показательная реакция у США. Байден своим отсутствием фактически отменил встречу в Рамштайне. Именно там, 12 октября, основные игроки коллективного Запада должны были обсуждать детали представленного плана победы. Правда, встреча все же пройдет. Ее перенесли на ноябрь, об этом на днях писала пресс-служба Белого дома. О чем бы сейчас не говорили сильные да умные мира сего, самое интересное еще впереди. Ну а пока, как бы не называли этот план в Киеве, платить за него будут простые украинцы. С вами был Громов. Мира вам и мирных инициатив. До встречи на Первом.